Продолжение следует... 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 которая равна функции f от x, компресснозначной функции из l2 от q. Ну и живем мы на интервале q, который равен 0d, и задаем граничные условия в точках 0 и d. Эти условия, если в олимпической теории, это как условия, заданные по ко-нормали. Молодец, вы сделали замечательные коллеги. Вы все хорошо знаете, что если мы рассматриваем в олимпической теории самое простое уравнение, уравнение по основу, минус d2 уравняется f, то кривые условия как ставятся? Нормальная производная на границе, район 0d, а вот если у вас в дивергентном виде произвольная, произвольные электрический оператор второго порядка, то ставятся условия уже по ко-нормали. Вот здесь она вышла, потом удобно будет переходить. При границе, задача оказалась корректной. У-штрих задавать здесь будет, мягко говоря, нехорошо. Ну, это считается, естественно, не корректная будет задача поставлена. Так, сейчас, а вот тут нет опечатки. Вот тет-то равно 1 дважды, причем первое как-то явно лишнее, потому что если при тет-то равном 1 получим 1 класс, то, естественно, ожидать, что следующее предложение будет, а при тет-то равном чем-то другому получим другой класс. Да. Ну, просто с самого начала подтверждать, что тет-то всегда ровно у единички было бы неверно. Ну, поскольку мы сегодня рассматриваем случай в целом. Это то, что сегодня, ну да, лучше, конечно, написать было именно раз сегодняшняя презентация, где равняется n плюс 1. Да, ну, хорошо. Ну, и понятно, чтобы учитывать влияние двигов, интервал должен быть больше или равен другому. Да. Вот, поэтому как раз, да. Ну, на будущее Никит, замени тогда тет-то равном. Хорошо. Вот. А взял бы что так, потому что в статье рассматриваются сначала общие свойства разницы операций на производном интервале, что во второй статье, когда тет-то не целый топ используется, и там просто этот раздел для экономии места опускается. Да. Ну, и мы рассматриваем один класс, пересекающийся под интервалов, который образован под гласыванием орбит, конца концов интервала Q, пророжденный целочисленными сдвигами разностного оператора. Поэтому у нас мы интересуемся по непресекающимся под интервалами Q1K, ну, который, если у нас, допустим, n равно 2, то d равно 3, и это под интервалы 0, 1, 1, 2 и 1, 3, как пример. Ну, если вот там возникает такая штука, что когда мы рассматриваем еще раз в предыдущую страницу, какие-то дифференциально-разностные уравнения, то, значит, во-первых, суть задачи очень тесно связана с проведением решений в целых точках. Это когда за счет сдвигов левый конец интервала 0 приходит последовательно в единичку, двойку, тройку и так далее, в плоскость r. В этих точках вообще может возникать особенность. Ну, и, соответственно, если мы правый конец n плюс 1 двигаем налево, то получается точки n, n минус 1, там и так далее, вплоть до единицы. Но самое интересное, что не только с точки зрения исследования особенностей решения, эти точки важны, но во всех определениях и так далее будут участвовать вот эти самые под интервалы от точки с целым числом k минус 1 до k. Вот, так сказать, очень важно рассмотреть разбиение наших интервалов на эти под интервалы, и, соответственно, там многие определения и обозначения будут с этим увязаны. Даже на этом уровне. Вот как определить оператор разностный, каким условием должны удовлетворять его коэффициенты? Дальше он будет объяснять, что такое. Так, пожалуйста. Ну, и обратимся к истории исследования краевых задач для дифференциально-разностных уравнений. Первые результаты по обобщенным решениям краевых задач для функционально-дифференциальных уравнений гинитального типа были получены в работах Каменского Георгия Александровича, Мышкица Анатолия Дмитриевича и вот работа 2 Каменского Александра Георгиевича. Причем во второй работе построена теория для дифференциально-разностных операторов. Там, в общем-то, были получены результаты, что такие решения обладают новыми свойствами, а в частности, что гладкость обобщенного решения может нарушаться во внутренних точках на границе средних подобластей и даже для бесконечно дифференцированной правой части. И закономерно встал вопрос о том, какие же условия нужно наложить, чтобы гладкость обобщенного решения достигалась на всем интервале. И в работах 3 и 4, первая работа – это работа Александра Георгиевича совместная с Каменским Георгиевичем и Мышкицем Анатолием Дмитриевичем. И работа 4 – это более такой систематизированный подход, где в этих работах получен результат, получены условия типа ортогональности на правую часть для дифференциально-разноственного уравнения первой крайовой задачи, обеспечивающие условия ортогональности функции МВС2, обеспечивающие гладкость обобщенных решений на всем интервале Q. Здесь используется подход сведения нашего разноственного уравнения с условием Дерихле к обычному дифференциальному уравнению второго порядка с нелокальными условиями. Однако, если мы затронем вторую краевую задачу, то Виктория Лейко доказала, что такой подход невозможен, нельзя свести к нелокальным условиям, и вопрос о нахождении условий, которые обеспечивали гладкость в ученых решений, оставался открытым. Сейчас можно я предыдущий еще немножко прокомментирую? Открытый предыдущий с вами. Нет, 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 литература, да, правильно. Значит, дело в том, что в 60-е, в начале 70-х годов среди тех математиков, которые занимались кровивыми задачами для функционально-дифференциальных уравнений, ну, как бы развернулась дискуссия, что принимать вообще под решение. Дело в том, что, теперь еще раз предыдущий, там, где у тебя уравнение, да, вот если рассматривать, ну, R, дальше, Никита, объяснишь, что R, это радостный оператор, то есть сумма функций U в различных точках, в каких-то перецептах. Значит, что понимать под решение? Ну, вот, легко видеть, что замены переменных, потом Никита про нее скажет, это уравнение 1 можно свести, если интервал целой длины, к системе n плюс 1, обыкновенного декоренциального уравнения, значит, второго порядка. Значит, соответственно, как это решается? Находится общее решение, значит, там зависимость от 2 умножить на n плюс 1 константы, из каких условий определять тогда константы? Значит, ну, первое, что естественно, это ни у кого не узнал сомнений, если это была бы первая краевая задача, ну, U, например, на концах, равно нулю, вот два условия, так, но нам нужно всего не 2, а 2n плюс 2. Значит, еще оказывается n условий, это в точках 1, 2 и так далее, n. Это равенство левого предела и правого предела функции U. Почему это так? Да вот потому что, если мы посмотрим, значит, на уравнение 1, функция U в любом случае, как бы мы ее не интерпретируем, хотя бы должна быть непрерывной. Значит, если мы рассматриваем систему уравнений, то есть все сводится на интервал 0,1, значит, заменой переменных, то получается, что, значит, у функции U, если мы ее рассматриваем отдельно на интервалах 0,1, 1, 2 и так далее, предел левый и правый в единице равны, предел левый и правый в двойке равны и так далее, вот еще и осталось с кем. И вот в этом была загрузка. Как их определять? Определенная школа целая математическая, ну, мне бы не хотелось упоминать, какая специалисты знают, чтобы не выглядела это как какая-то дискуссия, такая псевдонаучная, значит, предлагала приравнивать производные, производные левый и справа единицы, двойки и так далее. Но такая задача никак не давала понятия, а что делать со вторыми производными. А тут на самом деле вся сервяжная правда в том, что если, посмотрите, вот уравнение 1, то мы должны функцию R, Q, U' уметь дифференцировать, чтобы справа была правая часть регулярной функции, ну, например, Z2. А что для этого нужно сделать? Для этого нужно, чтобы слева и справа значения пределов, вот R, Q, примененная Q', совпадали в этих точках. Вот откуда надо находить константы и через это условие. Дальше Никита будет об этом говорить. Но вот такая постановка уже получается из вариационных задач. А, соответственно, это ближе постановка задач к приложению. Вот таким образом предлагалось формулировать эти задачи и таким образом появилось понятие обобщенного решения. Это вот следующая страница работы Каменского и Мышкиса. Там рассматривался очень простой пример. Трехчленное дифференциально-разумственное уравнение старших производных двиг налево, двиг направо второй производной и интервал 0,3. И вот, значит, было показано, что решение действительно обобщенное и правая часть может даже быть бесконечно дифференцирована, а решение все равно обобщенное. Это было как бы вот такое начало теории, в смысле постановочного. Что поднимать под решение? Значит, в дальнейшем эта теория была развита очень до очень хорошего такого современного уровня Сашей Каменским. Ну, формально это сын Гергорь Александровича, а по существу в научном плане он ученик был Израиль Моисеевича Гельмана. И там применялась очень хорошая современная спектральная теория и строились самосопряженные расширения дифференциально-разносных операций. Вот основная техника, значит, и рассматривала спектральная теория таких операций. Но дальше оказалось, что вторым преимуществом такой постановки и задачи является то, что разносный оператор, в отличие от случаев первой краевой задачи, отображает непрерывно и взаимооднозначно пространство Соболева W2.1 с 0, то есть функции, которые равны нулю на границе, на, именно это изоморфизм, на подпространство W2.1 с нелокализмом слуга. И вот это наблюдение позволило рассматривать дифференциально-разносные операторы не симметричные. То есть не нужно было использовать теорию расширения симметрических операций. Но с другой стороны, в определенном смысле теория расширения работала, но уже в смысле расширения по критике. Или второй способ расширения этих задач к нелокальным задачам. Вот то, что было сделано для первой краевой задачи. Вот здесь она, Никита, не рассматривается. Вторая оказалась, конечно, намного сложнее. При этом возникал вопрос, а вот можно ли когда-то при каких-то правом частях гарантировать решение гладкое? Если решение обобщенность W2.1, когда оно будет W2.2 принадлежать? Оказывается, это условие не такое, как в эллиптической теории, хотя дифференциально-разносные уравнения ближе к эллиптической теории, чем к теории обыкновенных уравнений. Это в данном случае были вот в статье 3 получены необходимые достаточно условия в виде ортогональности правой части некоторых функций, которые в грябе случаев, если младших членов не было, выписывались даже явно не. Вот если правая часть была ортогонально этим функциям, они имели очень хитрый вид, то все в порядке. Гарантировалось решение с W2.2. Ну, в дальнейшем это обобщалось в моей книжке 4. И на следующей странице несколько другая постановка задачи была рассмотрена в наших работах с Дашей Неверовой. Значит, там постановка такая была. А для каких коэффициентов деференциально-разочных операторов можно гарантировать, что при любой правой части гладкость сохраняется. И ответ такой, что если коэффициенты постоянные деференциально-разочные операторы, то вообще не должно быть ни нулевых коэффициентов, ни с нулевых. Не только во второй производстве, но даже в первой. Обязательно гладкость нарушится в какой-то правой части. Но правда, если коэффициенты переменные, там требовалось разница нулевых коэффициентов в точках орбиты. Как раз в данном случае целый точек. Ну и приложение всей этой науки, это теория управления системой с последействием, которой занимались очень многие в математике отечественной, зарубежной, в том числе Николай Николаевич Кроссовский, Юрий Сергеевич Осипов. Ну вот и последние годы мы с вами и занимаемся. Но здесь несколько другая ситуация. Это все вот то, что говорилось до изложения результатов Никиты была первая краевая задача, а он разматривает вторую краевую задачу. Так, пожалуйста, дальше. Да. Вначале я сказал, что у нас в нашем дефицитационном уравнении вводится оператор RQ, и нам вообще нужно его определить. Для этого мы введем операторы R, действующие из L2, от R2, от R, введенные по формуле 3. Здесь B, G, от X, это комплексно-значенные функции, и U, от X, плюс G, это у нас как раз наличие функции со сдвигом. Так как у нас присутствуют сдвиги аргументов, то нам нужно задавать граничные условия не только на области, то есть на интервале 0D, но и на области вне этого интервала. Для этого вводится оператор EQ, действующий из L2, от Q в L2, от R, который является оператором продолжения функции 0, из L2, от Q в R, и задается по формуле 4. А для того, чтобы рассмотреть наше дефициальное разностранство равнения 1 не на всем множестве R, а только на интересующем нас интервале от неряда D, то есть для X из этого интервала, то мы используем операторы сужения PQ, действующие из L2, от R, в L2, от Q, определенные по формуле 5. Ну и, соответственно, сам оператор RQ, действующий из L2, от Q, в L2, от Q, мы определяем по формуле 6. Как раз для этого PQ и IQ мы вводили, и R тоже. Естественно, ввести некоторые условия, свойства, описать наших введенных операторов. К примеру, улема 1 говорит о том, что IQ сопряженный равно PQ, а PQ сопряженный равно IQ. И для всех U из L2, от Q, и функции V из L2, от R, выполняется равенство скалярных произведений. Доказательство этой леммы следует из определения операторов IQ и PQ. Операторы R и Q являются ограниченными, при этом R сопряженный определяется по формуле вот такой, и, используя эту формулу, мы можем поделить сопряженный оператор R сопряженный на IQ. Доказательство этой леммы следует из леммы 1. И из доказательств леммы 1 и леммы 2 следует лемма 3, о том, что если у нас оператор R является самосопряженным, то самосопряженным является и оператор RQ. Введем, обозначим через L2 от объединения под интервалов под пространство функции из L2 от Q, которые равны нулю вне этого объединения. k здесь меняется от единицы до n плюс 1 по числу наших подопластей. Справедливо леммы, что пространство функции L2 от объединения под интервалов есть и вариантное под пространство оператора RQ. Теперь построим изоморфизм гибридных пространств U1, действующее из пространства L2 от объединения наших под интервалов в прямое произведение пространства L2 от U1 по формуле 7. данный изоморфизм будет на самом деле играть важную роль в формулировке и доказательстве следующих теорий. Можно я перейду минуточку о сохранении предыдущей страницы? Что это такое в формула 7? У нас есть функция заданная в интервале 0, n плюс 1. А мы рассматриваем отдельное ее сужение на интервалы 0, 1, 1, 2 и так далее. И потом каждое из сужений двигаем на интервале 0, 1 без вида с нулевым видом. Остальные налево двигаем. Таким образом мы вместо функции определенной на интервале 0, 1, получаем вектор функции, но определенную на интервале 0, 1. Вот и все. то есть это есть путь сведения к системе уравнения если нам это понадобится нашего дифференциального основания. Но в системе просто обыкновенность. Ведем, обозначиваем через R1 равное R1 от X ассоциированную матрицу с нашим оператором в разностном R. Здесь X принадлежит замыканию Q1, 1. Эта матрица имеет порядок N плюс 1 на N плюс 1 с элементами определенными по формуле 8. Таким образом матрицу R1 можно переписать в виде 9. И стоит еще отметить, что можно рассматривать матрицу R2, которая имеет порядок N на N и может получена из матрицы R1 вычеркиванием последнего столбца и последние строки. Вообще введение этой матрицы это есть ключевой момент, потому как эта матрица отображает большинство свойств оператора, разностного оператора. К примеру, известно, так как у нас целый интервал, то спектр нашего разностного оператора совпадает с спектром этой матрицы на этом интервале, на осматриваемом интервале. Справедливо лемо, что оператор RQ1 определенный по такой формуле является оператором умножения на квадратную матрицу R1 от X. Вообще это свойство важно, доказательства его строятся на введение изоморфизма, использование изоморфизма. Поэтому это стоит запомнить. Можно я еще скажу, по-другому, как лемо 5 можно сформулировать. Если мы живем на интервале целой длины, то есть N плюс 1, то наш разностный оператор RQ силу лемо 5, ну или это эквивалент лемо 5, унитарно эквивалент оператор умножить на матрице порядка N плюс 1 и N плюс 1, который будет вот так. Да. Лемо 6. Оператор RQ плюс RQ сопряженная является положительно определенным и так далее, только тогда, когда матрица R1 плюс R1 сопряженная от X положительно определены для всех X из Q1 1 замыкания. Ну то есть мы в дальнейшем будем предполагать, что ремитовая часть матрицы R1 является положительно определенной, то есть выполняется вот такое условие, что вещественная часть спиллярного произведения в пространстве C N плюс 1 больше или равно некоторая константа умноженная на норму Y квадрата. Я хотел бы это отдельно, потому как меняется от XA. То есть матрица R1 плюс R1 со дверной. Одна матрица только. Матрица, да, это опечатано. Определена. Определена. Все. Матрица. Ну потому что он живет в мыслях, что у него может быть это равное 1. Да, прошу прощения. Может быть 10. Тогда матрица певна. Это надо исправить. Я запишу это условие. потому что оно нужно подкодиться. Сейчас разве матрица не зависит от XA? Зависит. Тогда при каждом X своя матрица. Ну и что? Ну это же равномерное свойство. Это равномерно. Потому что все константы непрерывные, поэтому если она положительно определенная в каждой точке, то она равномерна. я имею ввиду, что когда он формальный правом распространяется в каждом XA? ну да, лучше все-таки матрица. Она зависит от матрицы. Хорошо, это матрица. Для доказательства разрешимости второй крайовой задачи в нашей работе использовались полторинейные формы. Вообще стоит отметить, что общая теория секториальных полторинейных форм изложена у Ката в его книге «Теория возмущения линейных операторов» 1972 года. А если говорить о более приближенном дефицитическом уравнении, то стоит отметить работу Леонса и Маджениса 1971 года. Там вводятся понятия как вэкоррт биолептичность полторинейной формы, вэкоррт стивность полторинейной формы. И эти понятия очень полезны для исследования разрешенности теории существования решения задач. Поэтому мы в пространстве W1.2 введем полторинейную форму как скалярное произведение, то есть левая часть империального торжества, если бы мы использовали определение вобщенного решения. Стоитливо имеет место лемма, что существует постоянная C1, больше нуля такая, что выполнено неравенство 11, где функции U и V из пространства Соболева W1.2 и C1 не зависит ни от U, ни от V. При этом для каждого C3 больше нуля существует C2 больше нуля, такое, что для любой функции U из пространства Соболева W1.2 выполнено неравенство типа гординга. Ну, если говорить о доказательстве, то неравенство 11 следует из того факта, что у нас РКУ ограниченный оператор, и из неравенства Шибуняковского. А неравенство 112, оно доказывается с помощью условия 10, введенного, что у нас рамитова часть положительная определенная нашего оператора, и введением изомофизма гибридовых пространств. причем вот это условие это практически явная запись того, что явная запись условия W1.2 коэффективности нашей полуторинейной формы. Просто в определении она чуть более абстрактно записана. Имеет место определение, что функция из W2.1 называется обращенным решением задачи 1.2, если для всех вспомогательных функций V из того же пространства выполняется интегральное тождество 13. В силу непрерывности формы Vr можно представить в виде вот такого соотношения, где U и V W2.1 ряд D, а оператор AR это линейный неограниченный оператор, он действует из пространства W2.1 в его антидвойственное пространство. А скобки эти означают действие антидвойственного функционала. Я вспоминаю, что когда слушали работу Вики Лейко, некоторые математики, которые хотели продемонстрировать свою глубокую эрудирую и эрудицию, пытались объяснить, что такие вот в нее тоже была еще более сложная смешанная задача теоретических уравнений, что такие антидвойственные пространства они могли быть записаны в виде W2.1. Это только для условий не легче. Это неверно. Для второй краевой задачи это смешанная. Поэтому пишут всего лишь на все сопряженное пространство. Все. Потому что это пространство сопряженное W2.1, а не W2.1 с ноликом. И вообще еще раз хотел обратить внимание слушателей, что если бы мы рассматривали обыкновенные дифференциальные уровни, здесь бы ну можно конечно применять теорию Гильбертова пространства, как в работах ряда математик это удобно для многих вещей, там для повторения теории. Но так как правило применяется классика, там строится функция Грин или еще что-то такое. А здесь все это дело к сожалению не работает. Понимаете? И вот опять я хотел пояснить, что здесь все эти техника рассуждения они вводя обозначение представления по формуле 14 можно дать эквивалентное определение 3 то, что функцию УСВВ2 будем называть общеным решением задачи. Извините, еще раз перебью. Тоже имею ввиду, что мои замечания исторические экскурсии не то, что мне хочется поговорить, а чтобы ты знал, что не все мэтры хотят разобраться в науке и в частности будут хотеть разобраться в своей диссертации. А некоторым просто хочется показать, насколько они как говорится я имею ввиду внешних людей у нас достаточно квалифицированные все люди и если даже делать замечания не антагонистические они захотят не понять, что ты рассказываешь а показать насколько они умны или насколько это все то, что ты делаешь тревять вот к этому надо быть готовым и вот это одно из мест которые часто встречаются а дублевые 2-1 а никакой дублевые 2-1 это значит что люди просто поверхностно читали работают Лодыжинской или Леванцев спасибо пожалуйста дальше по итогу если функцию будем задать обученным решением если выполняется такой операторный уровень введем неограниченный оператор а рукописная R действующий из L2 в L2 с областью определения вот такой то есть здесь наверное нужно ввести некоторое пояснение если мы будем рассматривать наш разностный оператор 1 минус то мы бы хотели чтобы у нас была какая-то минимальная гладкость на функцию то есть мы хотим чтобы у нас подлежала W2 1 но при этом у от уберется производная которая будет уменьшать L2 от 0 до до не применяется разностный оператор действующий из L2 поэтому то что у нас остается в скобках это тоже будет принадлежать L2 но при этом справа в правой части уравнения у нас стоит функция тоже из L2 а это значит что то что у нас находится слева что действия производные тоже должны находиться из L2 и это нас приводит к тому что RQ у штрих должно принадлежать W2 1 на этом интервале поэтому мы и задаем то есть оператор AR а рукописный R это сужение оператора AR да то есть правые части уже регулярные да не из сопряженного пространства W2 а из L2 да ну минимальная регулярная хотя бы функции не будут сингуляров правой части а в терминах условий не на функцию U штрих а на функцию U это не удается выразить то есть вот R Q на U штрих Q на бежать W2 1 может быть можно что-то подрюмить на U штрих А Q какой-то принадлежности нет нет а тут только нет это не получается первоначальное априорное а дальше там будут условия когда мы хотим обеспечить гладкость U из W2 2 2 на все на тормозе там и не подходит сведение к неолокальным задачам то есть то что раньше мы рассматривали с Георгой Александровичем это не проходит нет сведения к неолокальным задачам сейчас это уже как говорится не то что не получается а то что нельзя вот это увидеть ну так и этот оператор а рукописная R вводится как действие оператора R при этом U из области определения нашего вновь веденного оператора тогда справедлива теорема что если уравнение 1 удовлетворяет условию 10 то есть его эльмитровая часть матрицы R1 положительно определена то вторая краевая задача 1-2 имеет обобщенное решение тогда и тогда когда выполняются условия на правую часть уравнения как только пока мы не сдвинулись из энергетических пространств все как говорится хорошо аналогично конечно требуется аккуратное рассмотрение чтобы не наделать ошибок вырок каких-то не было это все сделано аккуратно строго а вот как только все что касается гладкости тут все не так да и я хотел бы отметить что мы не просто так водили полуторинейную форму как раз вот и оператор а рукописная R и понятие в коэффективности полуторинейной формы они как раз используются для доказательства этой теоремы ну и теорема следует в следствии 1 что если уравнение 1 дефициальный раз на уравнение 1 мультирует условию 10 его отдельно выписал тогда оператор а рукописная Фрегольмов индекс его равен нулю размерность равна единице его ядра и опять-таки константы ну все хорошо хотя он априори может портить так гладкость но не в смысле разрешили а вот дальше уже начинается 1 апрель так как у нас в нашем разном операторе присутствуют сдвиги аргумента то как раз нарушение гладкости в границах интервала могут быть отображены внутрь интервала и с учетом этого можно обозначить теорему 2 о том что если у нас выполнено условие 10 то и у это есть обобщенное решение задачи то это решение является главным то есть надлежит пространству соболевого W22 только на подинтервалах здесь мы не можем говорить о стыках интервалов соседних интервалов точках а только на подинтервал и следствие из этого из этой теоремы о том что пусть имеет место неравенство 10 у это обобщенное решение из пространства W21 и тогда у нас RQU штрик принадлежит W12 21 0D уравнение 1 будет почти всю 0D и справедливые краевые условия 2 из этой теоремы и этого следствия следует что в области поделения оператора AR мы можем добавить новые условия что у нас принадлежит W22 на подобластях вот как написывается это в явном виде области теперь мы исследуем подход при котором можно было бы гарантировать гладкость в общенных решениях вообще на всем интервале то есть рассмотрим блочную матрицу R1 порядка N плюс 2 на 2 N плюс 2 которая развивается на 2 матрицы грубо говоря R1 с волной и R2 это матрицы порядка N плюс 2 на N плюс 1 и имеют вид в случае матрицы R1 с волной у нас сверху стоит матрица R1 к 0 а снизу нулевая строка длины N плюс 1 а в случае матрицы R2 с волной у нас сначала нулевая строка длины N плюс 1 а ниже матрица R1 с этим сдвигом единицы другими словами мы можем записать матрицу R1 вот таким образом стоит вообще говоря сказать почему мы используем записываем такую матрицу и для чего она нужна и чем она полезна первые N плюс 1 строк описывают линейные комбинации правых производных в точках от 0 до N поскольку у нас в N плюс 1 строке в N плюс 1 точке мы то есть в правом правой границе мы не рассматриваем производную справа то она нам не нужна мы пишем здесь 0 то последний N плюс 1 столбцов описывают линейную комбинацию левых производных в точках 1 уже от единицы до N плюс 1 то же самое касается первой строки поскольку мы не рассматриваем левую производную в точке 0 при этом первая строка описывает линейную комбинацию значений правых производных которые удовлетворяют нашему левому краевому условию то есть RQU' от 0 равно 0 в то время как последняя строчка описывает линейную комбинацию значений правых производных которые эквивалентно нашему правому краевому условию левых производных прошу прощения строки с номерами от N с 2 до N описывают так называемые условия согласования левых и правых производных на границе под интервалом не левых решения вот то что мы писали совпадение RQU' штрих слева и справа точка 1 2 и так далее до N вот как раз N строк теперь обозначим через R1 1 и R1 2 матрицу порядка N плюс 2 на 2 и 1 полученную из матрицы большой вычеркиваем либо первого столбца либо последнего столбца и так же мы ведем матрицу R1 0 будем говорить что она такая усеченная она получается из матрицы R1 вычеркиваем первого столбца и последнего столбца эти матрицы нужны будут для того чтобы в дальнейшем в наших теоремах иметь возможность подсчитывать количество линейно-независимых функций которым должна быть трогональная правая часть ведем также мы делаем некоторые предположения на коэффициенты которые можно назад тут маленько прыгать придется которые стоят у нас в первой строке и в последней строке они то есть сумма их модулей не должна равняться 0 из этого условия и из условия что эльмитовая часть матрицы R1 положительно определена следует что рассматриваем официально разностное уравнение 1 является уравнение нейтрального типа в точке либо 0 плюс 0 либо в точке N плюс 1 минус 0 и здесь справедливо лемо 8 я хочу напомнить что классификацию функциональных дифференциальных уравнений впервые в мире дал лето знак то есть через кольца который был одним из основоположников преподавания математики ну и вот этой науке функциональных дифференциальных уравнений и не только в нашем университете но и в первых семинарах в мире по функциональному дифференциальному уравнению было им организовано сначала на физфаке МГУ где он работал а потом когда он перешел в УДН в 60-м году создание нашего университета он был у нас в университете это его терминология делится уравнение на уравнение функционально-дифференциальные запаздывающие типа нейтрального типа и опережающего типа так вот ну грубо говоря я очень грубо как скажу считалось и в те времена ну и сейчас немножко изменилась эта концепция но она на их сохраняется наиболее изученными являются уравнение безопасного уравнение запаздывающего типа это что такое грубо говоря когда вы заменой переменных все сдвиги сделаете только минус какое-то положительное там тау вот и видов нет старших производных это забывающий а если уравни записаны в таком каноничном 어디 когда есть только запаздывание содержит запаздывание от старших производных это уравнение нейтральный типа оно мне считалось наиболее трудным и наименее изучено всегда а вот уравнение опережающего типа когда есть старших производных Нет, только старших, только общения садвигов есть старшие производные, это ради опережающего типа, они всегда стояли как-то в местной стороне, и считалось, что они не имеют никаких разумных приложений, и поэтому вообще еще меньше изучались, скажу, чем неправильно. Не силу сложности, а силу того, что непонятно было, что они описывают, кому они вообще нужны. Но, тем не менее, такие исследования тоже появились в последние годы, достаточно сказать, что в нашем университете это были исследования Сил-Джан Часагбаева и его учеников, если кто-то помнит. Интересные были, кстати, результаты для ради опережающего типа. Но это просто подчеркивает, что это нейтральный тип, это всегда считался самый сложный. Поэтому, когда вот я нашу статью с Аниной по задаче успокоения Красовского для системы управления после действия нейтрального типа принес Юрий Сергеевич, Иосифовского представляет доклады Академии Новых, он сразу, так сказать, без звука представил, но я ему кратко рассказал, что мы сделали. Он ужасно был доволен, потому что это нейтральный тип. Вот, поэтому я еще раз хотел подчеркнуть. Нейтральный тип – это значительно сложнее. Но правда, в основном было умение нейтральных типов занимаясь. Мало кто занимался запаздывающим, но там тоже были очень... Не запаздывающим, когда в младших членах сдвиги. Это вот, кстати, в Арсламеев очень неизвестная у него была кандидатская диссертация, потому что там менялся спектр, за счет этого получалось неплохо на другую руку. Не глобальное изменение спектра, вот то, что там, значит, спектр условий типа Карлемана, там распределение, собственно, значения нет. А конкретно то, что на конечном множестве, в конечное окрептие нуля, появлялись вдруг ни с того, ни с сего. Ну, то есть для нас это очевидно, а вот для неспециалистов появлялись комплекции собственных значений, что приводило к инфункации. Также для запаздывающего типа тоже много. Это аналог запаздывающего типа для частных производных аналогов. Но вот здесь нейтральный тип в чистом виде, и поэтому возникают трудности. Извините, я вот даю комментарий, чтобы понятно было, так сказать, в чем сервяжная правда. Так, ну, пожалуйста. Ну, можно сформулировать вспугательный результат о том, что пусть выполнены условия 10 и 20, я их отдельно выписал, чтобы мне в следующий раз больше не обращаться. Тогда ранг большой матрицы R1 равен N плюс 2, и ранг высеченной матрицы R1 0 больше или равен N плюс 1. Сейчас, я сходу вы пожарите матрицы буквально, пожалуйста. Значит, у матрицы R1 просто R1 N плюс 2 на 2 N плюс 2, а у матрицы R1 0, N плюс 2 на 2 N. Но берется в разных точках матрицы R1, в первом случае она наверху, в левом верхнем, во втором она сдвигается вниз, а статус заполняется 0. 0, потому что вот первая вот эта усеченная строка в матрице R1, она будет соответствовать краевому условию на левом конце, а вот здесь усеченная в последней строке матрица последняя строка будет соответствовать краевому условию на правом конце. Это понятно, просто когда сообщается рамка матрицы, то всегда имеет смысл. Конечно, конечно, это наибольшее нахмучение выгодится и не все считать рамками. Да, так что там такая тоже непривиальная война в теплой суре матрицы. Да. Предположим также, что выполняются условия на первые и последние столбцы матрицы R1 большое. То есть, если вернешься на 2, спасибо, что вот здесь сумма модулей не равна нулю, и отдельно здесь сумма модулей тоже не равна нулю. Вот этих вот коэффициент. Тогда можно обозначить через G1, G2, это же ты слабец с матрицы порядка N на N плюс 1, полученный из матрицы R1, которые мы самую первую вводили, вычеркиваем первые или последние строки. Ну, то есть, понятно, что мы у нас, если мы вычеркиваем первую или последнюю строку, у нас уходят коэффициенты A нулевой от нуля или A нулевой от R плюс 1. И если тут B не пишет, не A. B, B, да, уходят, и у нас как раз остается вот этот остаток. Введем оператор A нулевой от R, действующий из W22 в L2 от 0 от D. Это ограниченный мнение операторов с областью определения определенной вот по формуле, что это все функции U из W22 на всем интервале 0D, такие, что действие оператора RQ на производную U принадлежит W2.1 и выполняются краевые условия. И он действует по формуле, как наш рукописный оператор AR, введенный ранее. Ну, когда мы писали, обозначали теорему и о гладкости на подинтервалах и следствия из нее, мы указали, что новую, так сказать, дополненную область определения оператора рукописного AR, и если ее, ну, скажем так, сравнивать с областью определения оператора A нулевой R, то это получится, что область определения А рукописного AR в пресечении из W22. Я хотел бы пояснить, что такое оператор A нулевой R? Это и есть решение правильной ласкисти. Потому что мы сужаем наш исходный оператор, да, который получается, ну, грубо говоря, из вариационных принципов. Мы его сужаем как раз на множество гладких функций в W22. Поэтому у этого оператора A нулев вообще говоря должно увеличиться по едро. Это как раз дополнительные какие-то условия ортогональности правой части каким-то функциям. Вот это и есть условие существования гладких функций. Я понятно говорю, да? Вот исследование индекса оператора A нулев эквивалентно проблеме 2. Мы рассматриваем услужение на множество вот таких хороших функций. Так, пожалуйста. И тогда справедлива теорема, приведенном операторе и допустимых условиях, которые мы обозначили выше, пусть выполнены условия положительной определенности эрмитовой части матрицы R1 и условия на коэффициенты в первой и последней строке нашего разноцкого оператора. Тогда предположим, что хлопцы у нас являются линейно независимыми. И в этом случае оператор A нулевого R предгольмов. Константа принадлежит ядру и размерность ядра равна единице. И у нас возможны два случая. Если у нас ранги усеченной матрицы и ранги матриц, полученных отбрасыванием первой или последнего столбца большой матрицы равны, то по размерности образа оператора равна трем. То есть нам нужно, чтобы у нас правая часть была ортогональна трем линейно независимым функциям. Если же ранг нашей усеченной матрицы меньше какого-то максимального, то есть у нас есть либо N плюс 1, N плюс 2, какой-то из них максимальный у этих матриц, то размерность образа равна трем. То есть условия отогональности накладывается, что правая часть должна быть ортогональна двум. То есть я сейчас хотел пояснить. Для того, чтобы иметь вообще решение об обществе, нам нужно, чтобы интеграла правая часть была разная. Но это обычно условия для разрешения с ортогональны. Но мы еще хотим, чтобы решение соответствующее было гладко. Для этого в первом случае, когда все эти ранги равны, нам нужно еще плюс добавить два условия. А вот во втором случае, когда ранг R1 с 0, это меньше максимум из этих рангов, нужно добавить еще одно всего условия. Что, во сколько у чипа? Тоже на какого-то нормы. Чему? Ну, это неизвестно. Это неконструктивно. Возвращение очень часто, в тюрьме индексовом, сзади вас Андрей Голдовичев сидит, который как раз тоже занимает эти вещи, а переизвестно, но правда на других задачах. Он знает, что там еще куча, многообразие, кто-то делает. Вот здесь мы, по крайней мере, знаем, какой индекс. Понимаете? То есть здесь в первом случае индекс равен минус 2, и это отличие от первой краевой задачи, когда там, ну, как правило, равен минус 2. Сейчас, если эти условия будут инструктивные, то имеем ли мы право это называть условиями ортогональности? Да, конечно. Существуют, вот что значит вот это условие, кодеменшина равно 3? Существуют две линейно-независимые функции в Ильдва, такие, что в случае правой части, когда ортогонально им и еще ортогонально единицы, это первые случаи, тогда эти гарантируют свой существуют, мы говорим. А, понятно. Они из Ильдва, да. Конечно, их просто предъявить нельзя, но... Да, да. То есть никогда нельзя предъявить, в частных случаях, можно все-таки. Ну, может быть, в каких-то случаях, я думаю, можно, конечно. Подобрать какой-то набор костей. В частных случаях, да, каких-то... Это вообще, если пример, это вот хорошее замечание, вопрос, как замечание, а, Никита, смотри, в каких-то случаях, там, какие-то коэффициенты, может, это путь-то очень часто. Может, это привязанный пример? Да, ну, хотя бы 0,2, длина интервала. И попытаться... Хорошо. Потому что в случае, если мы говорим, что члены не первой кривой задачи, это делается. Но там делается за счет чего? Там возможно сведение нелокальной задачи. И тогда обыкновенные дифференциальные уравния получаются, но с нелокальной уравниями. Понимаете, это проще значительно. А здесь к одному уравнию нелок. Поэтому для 0,2, я думаю, можно посчитать. Это было бы очень украсиво бы работой. Хорошо. Для следующей теоремы, когда у нас в случае линейных зависимых столбцов, нам нужно осмотреть некоторые вспомогательные результаты. Ведем матричное уравнение R1F. R1 это у нас большая матрица, которую мы обозначили в начале пункта. R2F это у нас некий вектор размерности N2F2, состоящая из коагнат Фенокхи 1, минус ФСи 1 до минус ФСи 1. Обозначим через H1 и H2. Это у нас первый и последний столбцы матрицы R1. Тогда, используя вот эту запись, мы можем, и мы знаем, какие у нас координаты у вектора F, мы можем перенести вот эту координату умноженную на столбец H1 и Си 1 на столбец H2 в правую сторону и уже отдельно рассмотреть их. В данном случае мы получим, что у нас R1, большая матрица, преобразовалась в ущеченную, потому как мы убрали от нее первый и последний столбец, а F большое стало нулевым, то есть у нее первый, то есть стал уже вектор размерности. Здесь 2N плюс 2, а здесь стало просто 2N длины. Предположим, что ранг нашей усеченной матрицы равен N плюс 1, но при этом ранги матриц, полученные отбрасыванием первого или последнего столбца, равны N плюс 2 оба. Пусть у нас, мы введем оператор портагонального проектирования P с индексом R1, 0, это оператор в C N плюс 2 на образ оператора умножения на матрицу вот эту вот усеченную. Так как у нас ранг равен N плюс 1, то около размерность вот этой матрицы да, она единицы. Следовательно, вот эти векторы, ненулевые, левая и правая части, они являются линейно зависимыми. А значит, существует некоторое число альфа H, комплексное, такое, что выполняется вот это равенство 25. При этом, в силу того, что у нас выполняются условия 10, у нас альфа, а у нас здесь А, прошу прощения, нужно B поставить, B нулевое и B от нуля и B нулевое от инкуст первого не равны единице. Следовательно, векторы H1 и H2 линейно не зависят. И дальше. В силу теоремы Кронхера Капелли система уравнения 24 разрешена только тогда, когда выполняется равенство 26, так как это эквивалентно тому, что у нас ранг матрицы усеченный равен рангу матрицы расширенной из формулы 24, и он равен N плюс 1. И это нас приводит к клемме 9, пусть выполнены условия на положительной определенной симметрической части матрицы и условия на коэффициенты 20, и пусть, кроме того, у нас наше положение служит условием для теоремы. Когда система уравнения 24 совместно, тогда только тогда, когда справедливо 26. И последняя теорема, теорема 4, пусть выполнены условия положительной определенности эрмитовой части, условия на коэффициенты 20, и условия на коэффициенты в первом и последнем столбце. Предположим, что столбцы у нас в этом случае линейно зависимы, и тогда оператор а нулевое r у нас фридгольмов, константа принадлежит ядру, и размерность равна единице. При этом у нас возможно три случая. Первое, если у нас либо ранг усеченный, если у нас ранг усеченный равен либо рангу матрицы r1.1, либо равен рангу матрицы r1.2, то по размеру оператора равна 2. но мы же не просто так ввели предыдущий результат. Когда мы доказываем в случае линейной зависимости, у нас там появляется некая константа альфа, которая служит у нас именно для определения линейной зависимости столбцов. Вот второй случай, и третий случай отражает эту ситуацию. То есть если у нас ранг r1.0 равно n1, а ранги двух других матриц равно n плюс 2, и альфа не равно альфа h, то куроразмерность равна 2. Если же... Альфа. Да. А если же альфа равно альфа h, то есть в соответствии с впадения, то куроразмерность равна единица. Ну то есть кроме третьего случая всегда ранг равен 2. То есть куроразмерность. Да. Ну в случае линейной зависимости. Тогда имеет ли смысл разбивать вот этот вот случай ну 1 на 2 на 2? То есть вот либо... Там очень сильно отличается начало. Да. Ранг, когда r0 командир, чем ураль. Тут именно что... Сейчас, вот эти все три случая, они охватывают все возможные ситуации. В случае линейной зависимости? Да. Да. Ну тогда может быть имеет смысл как формулировать. Если, ну вот третий случай, а во всем, во всех остальных случаях. Ну можно так. Или вот те ранги плюс условия альфа не равны. Х можно и так? Ну, можно. Да. На это хотелось бы дать пример. Мы рассмотрим операторы q, действующие на интервале 0,3. Разность на оператор r задается вот таким образом. Если, так как у нас интервал целой длины, то n равно 2, это чуть равна единице. Матрица r1. Мы говорим, что коэффициенты пусть у нас будут вещественными. И r1 у нас выглядит вот таким образом. Следовательно, по введенным ранее определениям, обозначениям, столбец g1,1, это будет этот. b минус 1, b минус 2. А столбец g2,3, это столбец b2, b1. Тогда имеет место выписать большую матрицу, развернутую r1. Мы, поскольку у нас коэффициенты постоянные, то матрица r1 просто будет с некоторым смещением и положена матрица r1 большая. Будем предполагать, что оператор r-кодов удовлетворяет условию 10, а столбцы указанные являются линейно-независимыми. Да, для рассмотрения гладкости можно доказать, что ранг усеченной матрицы равен рангу матрицы r1,1, когда у нас отброшен первый столбец, и равен рангу матрицы r1,2, когда отброшен последний столбец, равен 4. На данном сверху представлена матрица r1,0, та самая усеченная матрица матрица r1,1, r2,1 имеет порядок 4,5, ну а здесь порядок 4 на 4. Поэтому нам достаточно вообще для доказательства техравенств, потому что у нас ранги равны 4, показать просто, что определитель этой матрицы не равен 0. Ну, это несложно. Мы можем явно выписать определитель. Из условия того, что митва-часть у нас положительно определена, следует, что получается 2, это сумма матрицы и сопряженной матрицы. Получается, что она положительно определена, а значит, первый множитель, который представляет матрицу b0, b-1, b1, b0 не равен 0. А с другой стороны, второй множитель, это у нас есть определитель матриц, составленный из наших столбцов g1,1, g2,3. Таким образом, мы приходим к условиям теоремы 3, и у нас оператор а0r есть фридгоймов, единица, константы принадлежит ядру, размерность ядра единица, и при этом коразмерность нашего оператора будет на 3. на этом все, спасибо за внимание. Так, давайте кладем докладчика заинтересный доклад. Так, какие вопросы? все, Надо сказать, какая. Постой, назад, там, где, дожжим, один, один, вторая строка, цвет, все, все, спасибо, молодец слушал внимательно еще одно замечание совершенно общего плана значит вот тут конечно можно требовать не целочисленности сдвигов а соизмеримости их правильно но самое к нам-то понятно а когда рассказывается не такую искушенную аудиторию возникает впечатление что слишком частный случай рассказывается поэтому лучше всегда рассказывать как удобнее в случае с целочисленными сдвигами но предупреждать что все это распространяется и на тот случай когда сдвиги просто обладают удовлетворяют условию соизмеренности и это тогда больше вписывается в общую картину потому что уже много людей знают что при работе с нелокальными задачами с дифференциально-разностными уравнениями во многих случаях да действительно накладываются условия соизмеренности сдвига хорошо спасибо потому что потому что ты знаешь даже мои книжки например есть и у кого специально для книжки тогда я спросил что если извини с Эдмириной то существует контрпример когда на любом сколько угодно маленьком интервальчике внутри нашего интервала да потом это Лена Иванова дальше уже разбирала ну хорошо так еще есть вопросы ну если нет давайте еще раз Никипу поблагодарим желаем что в следующий раз мы тоже успешно выложим спасибо я тебе замечание могу сейчас предложить очень мало замечаний так что ты молодец я доволен спасибо и я с вами еще по формальной части говорю по формальной должности буквально пять минут ну давай пойдем сейчас спасибо